всем привет ребятки я снова на кухне а что же делать люблю я готовить и если есть из чего готовить и есть кому готовить это три в одном вот так вот так и живем все у меня ингредиенты для будущего блюда готовы а это блюдо будет называться картошка по-французски я что-то давно не делала ведь у нас будут гости альне ведь по крайней мере я не жду а там если кто-то придет всегда двери открыты для любых гостей как видите говорит гости в доме боги в доме поэтому в любое время мы всех ждем кто к нам ходит часто и не часто короче о слово выскочило ай-яй-яй-яй-яй надо по губам по губам все мои хорошие сначала я измельчу лук лука у меня как всегда много посмотрите какая огромная вкусная сочная луковица я сейчас сделаю полукольца и оставляю на тарелочке мясо по-французски называют по-разному ну я называла его всегда так кто-то его называет мясо по это же не только мясо правда это и картошечка и лучок и грибы и все виды соуса которые есть кто-то добавляет помидоры но если добавишь помидор но это уже скажем так не то не та вещь не то блюдо я не добавляю помидор помидор дает и кислинку и лишнюю сочность поэтому ну тут скажем так сколько людей столько мне все лучок у меня порезан и ждет своего часа и дождется я его убираю знаете как вот такой поймала вот так что-то мне в глаза не не сок не не утром я солила мясо перчила на надышалась перца столько эх прочхалась ведь окажет овечка хорошо на их голова не будет болеть у меня так если я прочихалась знать что у меня будет давить а я правду говорю так это ждал я очень мне посоветовали вы чихаете понюхайте перчика чихайте голова не будет болеть всем гордого дня и доброго здоровья будем есть картошечку да будем есть и тогда если вы всегда и она готова и вона знаете вона готова чтобы и вы знаете да ей ею я пришел ну люди подивляться опа я готовить рецептура она рассказывает на ходу ну люди еда на перед рецепт но есть разные люди знаете именно что кто-то может первый раз видит может кто-то начинающая хозяин да есть люди есть консервант консерватори они не отходят от рецепта рецептуру строго зондового соблюдают там ну а я и а вы любите експерименты експерименты быстро что-то там експерименты попробовать ну я таки як як бы сказать всеядный у меня четвертая группа крови вона організм принимает все як бы сказать ну другие там первая ну такое чем таке да ладно то я так еще нигде не пропаду як бы буду все что все живе буду ести там че якну короче что димочка там орешки есть и ты не голодный о орехи это вообще воносы калорийный о леночка так и бассей еда даже семечко по лузгали там по жменький то это же еда вот так я считаю но не буду мешать ты никогда не мешаешь не будешь запахло грибами вроде я тоже не помню малые были и бабушка Посадки чистые были, это было уже, ну, возьмем там даже 50 лет, и, ну, уже загрязнили уже там, и химикатами, и ус посадки уже не будет собирать. А тогда можно, проходило, да, пойдем, внухов много, бабушки, мы же не собираем, ну, много грибов, и печерицей оцей ж, шампиньоны, принесем, рады такие, много, вот это наимемся, а бабушки такая жаровня, здоровая такая, вот, с высоким бортиком, да, вона такая жаровня, не высокий бор, вона была, как кришка для казана, в печи, как готовили, то у нас сковородка была и кришка, и сковородка, и бабушка жарила, они ж дивимся, ого, грибов, пока начистили, уже там половину меньше, утаяли, да? Да, потом начали жарить, но она же богатая, и так же сковородка цей, ну, там такая порция, боже, собираю, собираю, принесла, ну, так, вот, нет, 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 нет Все нормально. Хочешь здесь со мной будь, хочешь там будь. Вот такой у меня будет противень. Вот такой широкий, но невысокий. Я же на это имя. Я же на оператор духовки. Да, да, да. Видите, оператор таких частей в доме. Я ему доверяю. Там, в общем, получается, когда мы меняли ТЭН, там еще изменились. В общем, нету делений таких у нас в этих включателях, а на духовку их два. То есть пока отрегулируешь, но с методом, видите, у него отверточку. Он отверточкой видел, какой ТЭН когда включается. И у меня здесь на холодильнике висит схема прямо. Потому что Света приехала к нам в гости. Кажет, о, а что такое? Света, это глазомер для духовки. Короче, если что-то подзабыл, туда глянул и понимаешь, какой ТЭН рабочий и какой ты включил. То есть низ, верх, серединка, конвекция и так далее. Ребята, отбивтое мяско у меня вот прям такой был красивый кусочек для отбивных. Я его сегодня достала и с утра уже поотбивала мяско. И посолила и поперчила. То есть оно очень хорошо уже промариновалось. Я в первую очередь, именно я так готовлю. Я не призываю, я просто, ну кому интересно советую, кому нет, просто посмотрите. Я люблю, когда мяско под картофелем, луком и грибами уже такой, знаете, с легкой скорыночкой. Чтобы оно не было, вот эта вот сукровица из мяса, чтобы не была в картошке и луке, а чтобы она выжарилась до того. И такая легкая-легкая корочка. Поэтому я его сейчас ставлю, этот противень, в духовку и покажу вам, какого цвета и вида мяса будет после того, как я его вытяну оттуда. Затем будем делать все дальше по рецепту. Духовка очень хорошо разогрета. И пока духовочка обжаривает мне красиво мясо, я буду резать картофель. Картошечка тоже режется для этого блюда тонкими такими, ну не совсем слайсами, а тонкими полукольцами или кольцами, тут на любителя. Если крупная картошка, я ее режу пополам. Если более мелкая, то, конечно, целиком. И режу ее вот такими, где-то до сантиметра, вот такие вот кусочки. Поменьше, Лена. Что, поменьше еще резать? Нет, там нема сантиметра. Есть. Рядом строитель все бачит. Ты как мама, царство небесное. Мама через стены видела. Хоть миленько режешь. Горячок? Да, на больше. Вот таким образом режу я картошечку. И ее уже здесь посолю, поперчу и добавлю майонез. Это я делаю для того, чтобы майонеза как можно меньше употреблять в этом блюде. Поскольку, я так думаю, если помешаешь майонез в миске с картошкой, то, ну, ты видишь визуально, сколько ты добавил. Ложку или две. А если смазывать картофель уже на противне, то, конечно, там пойдет его намного больше. Потому что ты его укладываешь таким не тонким слоем и так далее. То есть, я ее здесь замешаю уже, посолю, поперчу и с майонезом. И уже в таком виде она пойдет на противень. Я так делаю. Поэтому, может быть, кто-то делает по-другому. Картофель очень долго стоял в воде, чтобы лишний крахмал из него ушел. Он не нужен в картошечке. Конечно, там он присутствует, но уже в более минимальной дозе. Все, еще две картошечки и солим, перчим. А мясо поджаривается, уже запах пошел. Духовка включена и я уже чувствую, что и я закипаю. Мне тоже уже стало жарко от духовки. Все, с картошечкой тоже закончили. Теперь перец и соль и майонез. Я его достала и вот он у нас здесь стоит. И лопаточка. Солим по вкусу. Можно добавлять любые ваши любимые травки. Итальянскую, там какой-то микс из зеленых травок. Но я так думаю, что в этом блюде я предпочитаю только перец и только соль. Тоже, опять-таки, на любителя. Видите, я добавлю всего лишь ложку майонеза. И я думаю, что этого будет вполне достаточно. А если бы картофель был бы на противне, то сами понимаете, уложила бы его таким толстым слоем. Но я считаю, это будет лишнее. Потому что мясо собственный сок даст. Грибы свой сок. Представьте, сколько будет сока из грибочков. Да? Да. Поджаривается ведь? Пока мясо прожарится, картофель тоже слегка промаринуется. Немного посолю, поперчу грибочки. И все. Грибы, конечно же, майонезом уже смазывать я не буду. И солить же. Мясо колышется, да? Витечка, я все помню. Оно уже соленое и перченое. Все. Эта нема. Еще бы. так, мне нужна мисочка для грибочков. Я их слегка посолю. Эх, запах такой у грибов обалденный. И перчик. Витя, ты что упал? Что то Степка? Опа. Приехали. Весится. Все. Вот так вот они себе. Сейчас соль даст им возможность. Лишний сок выйдет с них, а может и не выйдет. А мы посмотрим сейчас на мясо. Еще буквально пять минут и я буду снова с вами. Ребят, прошло буквально минут семь и посмотрите на это мяско. Видите? Оно слегка с такой корочкой, особенно вот так, где вот есть сальные такие полосочки, оно отдало свою сукровицу и стало уже почти что, ну вот аль денте, наверное, его уже можно кушать в принципе. Но сейчас, только сейчас я буду делать дальше все процедуры. О, как сказано. Короче, в первую очередь выкладывается лучок, но я так думаю половину я положу на мясо. Полукольца я сейчас вот так вот раскрашу и вот таким слоем закладываю мяско. Следующая партия пойдет уже сверху на картофель и соединится с грибочками. Так, теперь вся картошечка из блюда идет вот сюда. Нужно ее вот так вот разложить красиво, чтобы она была, все мясо, чтобы было покрыто картофелем. Так, теперь пойдет у меня грибочки. Мясо посолено и поперчено. Видите, Грина, когда мясо солить, оно уже давно промариновалось в соли и в перце. Оно готово. А теперь посмотрите, что я буду делать дальше. Теперь я выкладываю оставшийся лук. Вот так. Все распределяю. Натертый сыр у меня уже готов. Но сейчас я это засыпать сыром не буду. Объясню почему. Я люблю, когда сыр не коричневого цвета, а вот такой, наверное, как пряжиное молоко, что ли. Он должен быть слегка-слегка таким поджаристым. А если я сейчас все затяну сырной вот этой вот шапкой, она, конечно же, для готовки картофеля, грибов, лука и остаточной готовки мяса нужно время. Вот. И если сейчас засыпать сыром, то оно может быть коричневая вот эта шапка. Я этого не хочу, и поэтому вот эта красота отправляется в духовку. И когда я увижу, что картофель стал слегка уже таким, ну, знаете, начинает жариться. Он уже не белый, а такой с легкой желтиночкой, желтизной. То есть он начинает свою прожарку, доготавливается. Только тогда я засыплю это все сыром, но это буду вместе с вами делать. Поэтому советую, не засыпайте французскую картошку сразу сыром, чтобы он не сгорел. Все, я понимаю, что моя картошечка начинает уже готовиться. Она уже такая прокалывается чуть-чуть бы еще, и можно было бы уже опоздать. Все, мои хорошие, теперь я это все засыпаю сыром. Вот так. Распределяю его по всей поверхности. Мухи летят страшные в окошки. А духовка включена, хочется, чтобы было посвежее. Поэтому открываю. А они залетают. Так, вот и все, мои хорошие. Вот теперь я уже ее ставлю в духовку и довожу до полной-полной готовности. А потом уже все покажу, какая она будет красивая. Все, мои хорошие, картошечка готова. Я сейчас ее поразрезаю вот так, чтобы ее лучше было порционно положить на тарелочку. И как раз к ужину наш картофель готов. Так вкусненько тут, ребята, пахнет. Вот такие квадраты. Там же у нас отбитое мясо, большие кусочки. И чтобы оно не тянулось во время порционного. Вот так, все. А теперь... Так, где у меня противень горячий? А теперь вот так вот, видите? Вот такое оно красивенькое. Ага. Вот так. По два, думаю, кусочка хватит. По два кубика. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Видите, как у меня всего много. Надо расширять кухню. Ха-ха-ха-ха. Так, и вторая порция. Все. А вот эта вот вся красота перекладывается в кастрюльку. Завтра разогревается и будем кушать. Так, сейчас покажу вам, где наши салатики. Угу. Так. Картофель. Квашеные помидорки поспели. Хлебушек закарпатский. И кто хочет помидорку, а кто хочет вот этот салат, который мы с вами делали рано-рано утром. Все, мои хорошие. На этом все. Всем, кто сейчас садится ужинать, приятного аппетита. Готовьте вкусно. Готовьте с нами. Картофель по-французски в духовке со свининой и сыром. Все. Зову Витю и мы садимся кушать. Смачного. Привет вам от Вити, от Степана. Хорошего вечера, хорошего дня, пятницы. Всем желаю здоровья, мирного неба. Пускай будет вечер, спокойная ночь, спокойная. Также утро. Всем желаю терпения. Все будет Украина, все будет очень хорошо. Только надо еще хвилиночки. Какую-другую, третью, пятую, двадцятую. Но подождать. Мы ждемо. Пока-пока. До завтра.